друзья приветствую александр из калужской области прислал посылку с образцами масла синтек блин какой синтек елки-палки меня же портнамбер перекупили блин дали на 200 рублей больше точно забыл совсем портнамбер 710 европа 540 полнозольное масло использовалась как видите владе вести 19 года свеженькая машина так вот описание условий эксплуатации высокая средняя скорость баночки залеплены вообще идеальные таких идеальных баночки не видел и естественно реклама я не рекламирую масло я показываю авто подбор смотрите самый точный подбор масла для вашего автомобиля заявлен сайт портнамбера кстати достаточно удобно реализован но этот подбор сумел меня очень удивить выбираю ладу дальше у меня он удивил бы автоваз посмотрите модели а к тройке шестерки семерки все здесь есть обратите внимание баба что это такое чего раки варабли лада кевара чего ра я тут подвис честно говоря дальше revolution елки-палки я помню такую ладу это спортивный прототип двухместный открытый сейбл что это такое обалдеть самара ну понятно здесь все веста есть слава богу воланте елки-палки что это за модели я пришлось погуглить оказалось что это модели для европейского рынка это девятки-восьмерки ну блин удивительная удивительная история далее выбираю пункты 6 кликов и пожалуйста рекомендованное масло да именно то что прислал александр портнамбер европа 540 полнозольная альтернативные варианты есть для тяжелых условий альтернатива ну так посмотрите значит подбор заявлен как самый точный я договорился с ребятами что значит если зрители там пользователи найдут ошибки чтобы они могли скидывать и оперативно править вот так что я не знаю насколько он самый точный если есть возможность по проверяйте погоняйте их подбор и вот здесь в контактах есть их почта скидывайте туда им ошибки пусть они там карпят изменяют но и это поможет сделать на самом деле подбор идеальным и может быть тем людям которые не сильно разбираются в допусках поможет подбирать масло для их автомобили так значит сейчас я создам эталон из данного масла посмотрим что там в нем насыпано да смотрите эстеры тут есть сто процентов и пике он есть какие-то какой-то забор такой чистокол выделяю заявлено было 10 процентов но здесь явно не 10 здесь уровень мобила 6 процентов хотя там два пика рядышком возможно что это два типа эстеров и просто в суммарно они 10 дают тем кому интересно может вернуться остановиться и посмотреть так естественно из-за такого количества эстеров занижено щелочное завышено кислотное ну тут я немного подвис даже не честно говоря не понял что мне ставить щелочное кислотное а потом уже полез на подбор посмотрел там под каждым маслом есть анализы лабораторные от мидс гсм вот и естественно я откорректировал данные значит щелочное 9 и 2 по данным мидса и кислотное 2 и 8 не знаю мне что-то кажется что завышено но кислотное на самом деле мерить очень сложно в лабораторных условиях и большая погрешность так все сохраняю образец и можно приступать проверки отработки так веста это 1 и 6 21 129 мотор 106 сил 41 практически 1000 про общий пробег автомобиля 7022 по километражу 163 моточаса средняя скорость 43 и вот здесь прежде всего обращать на себя внимание противоизноска куда она делась болен ее нет практически 4 процента это вообще ни о чем гликоля нет нитрова не окисления нормальный уровень сажи тоже 200 в порядке значит кислотное 371 было 2 и 8 071 нарастание на 100 что но нормальный уровень все-таки здесь пау заявлено и щелочное 7 да еще за приличный запас по моющим нейтрализующим свойствам чуть высоковато вода несмотря на такую высокую среднюю скорость но это опять же тот момент забора образца может быть с утра где-нибудь или там не после прохвата по трассе тем не менее сейчас покажу вам сравнение вязкости что произошло с вязкостью так отработка да есть разжижение очевидное я намерил как 36 процентов на треть для высокой скорости мне кажется высоковато но опять же вопрос к тому как как образец брали некоторые сливают в большую тару потом переливают маленькие баночки в это время там может и вторим быть вода и при переливе лис постоит и наберется возможно такое да не забывайте отметить видео подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик ну и вот такой прогноз получился вполне себе неплохой почти 360 моточасов 15 с половиной тысяч километров в общем то таки но это опять же отмечаю это средняя скорость высокая это свежий мотор с небольшим пробегом только прикатан вот естественно пау тут тоже влияет на скорость окислительных реакций вот они упал пониже ну и вот такой результат в общем то вполне себе достойный вот но единственный вопрос конечно открытые серьезные куда делась противоизносная присадка здесь это не криминально как и в мобили 1 кстати в мобили 1 тоже часто она куда-то ушатывается а может быть вариант может быть вот эти эстеры и плюс карбоновые кислоты как-то перебивают эти пики не знаю честно говоря это так размышление но блин для меня загадка честно пока вот противоизноски здесь мало но да что я не сказал что здесь все таки функции противоизносные выполняют еще вот эти беззольные присадки эстеровые на основе эстеров то есть они создают более толстую пленку толстую более толстую по сравнению с классическим цинком фосфором вот в несколько раз более крепкую естественно если бы это было обычное масло там с гидрокритингом тут был бы наверное все таки ближе к криминалу вот такая потеря противоизноски в данном случае я думаю что это мои мысли простите меня что криминала такого прям нет но тем не менее на это стоит обратить внимание вот такой получился тест благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока